Приветствую, друзья! Расскажу-ка себе вам интереснейшую историю. Ну, во-первых, чтобы рассматривать картины, надо сделать взгляд рассеянный. И вот если вы сделаете взгляд рассеянный, вы создаете некую эмоциональную дистанцию, как бы охватываете её взглядом целиком, как бы отошли в сторону и издали смотрите. И если вы будете смотреть некоторое время, вам прямо захочется приблизиться. А может, кому-то из девочек захочется просто прямо прижаться к нему и поцеловать его, потому что это мечтатель, романтик, поэт. Посмотрите, какой! И мудрец одновременно. Ну, интересный мужчина, правда? Теперь второе, что я вам хочу рассказать. А для того, чтобы сделать дистанцию от любой проблемы, чтобы выйти из-под власти стресса и посмотреть на проблему со стороны, нам ведь поэтому легче давать другим советы, чем самому себе. Потому что мы там смотрим со стороны, и нам как бы виднее. А для того, чтобы посмотреть на свои проблемы со стороны, надо немножко отрешиться от проблем. Надо выйти как бы на нулевое состояние, эмоциональную дистанцию. А для этого надо снизить напряжение. А для того, чтобы снизить напряжение и обнулиться, я вам могу напомнить великого Бояршинова. Однажды мой друг Геррак Райнов привел меня к Бояршинову. А Бояршинов, он обучал людей расслаблению, актеров обучал. Ну вот, он всех нас положил, значит, на пол. И сказал нам, вообразите себе эмоции. Так вот, я вам сейчас скажу, эту звезду эмоций, это просто поразительно. Если вы ее сейчас сделаете, буквально за минуту, вы сможете так отрешиться эмоционально от всех своих проблем, такое будет эмоциональное дистанцирование, отрешенность, созерцательность, что вы сможете выйти из-под власти эмоций и спокойно размышлять о любой своей проблеме, как бы со стороны, как художник, который отходит от холста на расстояние, чтобы видеть свою картину. И чтобы вы сейчас, как я вначале сказал, отошли, увидели со стороны. Это такое ощущение интересное. Ну да, и когда вам захочется тоже приблизиться, но уже с позитивным настроением, вплоть до того, чтобы поцеловать свою проблему и решить ее успешно, какая бы она ни была изначально, как бы она ни казалась вам трагичной и безысходной. Ну вот как делал Бояршинов. Он, конечно, все это не предварял вот тем механизмам, о которых я вам сейчас рассказал, приводя разные аналогии. Он просто положил нас на пол. У нас была группа такая. И вот он сказал, вообразите себе эмоцию. Одну, потом вторую, потом третью, потом четвертую, потом пятую. И после этого у вас появится состояние полнейшего расслабления, релаксации. И он предложил сначала вспомнить что-то и выразить, выразить эмоционально удивление. И мы лежали так вот, как в аутотренде ложатся для расслабления, и выражали эмоцию удивления. Ну, вы можете что-то вспомнить и так удивиться, и привести свои мышцы, лица в удивительное, удивленное состояние. Второе. Ну, вспомните какое-то состояние, например, я уже сейчас буду воображать, и говорит, все, что мне в голову придет, и вы сами тоже можете себе так же сделать. Представьте себе огорчение, невероятное огорчение, обиду, какую-то сокрушительную, какое-то ощущение обиды, вот такое вот просто невероятное. И сделайте лицо такое, обиженное, обиженное. Ну, просто невозможно, ну, прямо до слез. Ну, как же так можно? Ну, как же так можно? Какая несправедливость? Выразить эту эмоцию и так приведите мышцы в это соответствие. А теперь вы сделаете третью эмоцию. Например, попробовали скушать кусок лимона. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, прямо кисло. Ну, вот такое ощущение. Сделайте, сделайте такое ощущение. Вспомните лимон, как вы едите. Ну, такой кислый-кислый, да? Ну, вспомните, как вы ее, эту эмоцию выразите. Ну, просто вспомните сейчас ощущение, как вы едите кусочек лимона. А теперь следующая эмоция. Следующая эмоция радости. Вспомните чувство радости. О-о-о! Ну, допустим, вам сделали подарок, и вы так изумлены, такой приятный подарок. Просто дальше некуда. На душе такая радость, подарок. Вам такое подарили, чего вы даже не ожидали. Вы, может быть, об этом втайне мечтали, и вдруг вам подарили. Прямо вот так. Взяли и подарили. Вспомните это ощущение радости. Ну, и теперь, когда вы выразили эти эмоции, изобразив их и мышцами, когда вы вспомнили причину этих эмоций, которые у вас когда-либо в жизни могли быть, если вы смоделировали их, теперь еще одну давайте. И будет звезда эмоций, через которую, прокручивая себя, вы как бы эмоционально опустошаетесь. Ну, давайте, какую эмоцию мы вспомним. Какую эмоцию хотите вспомнить? Торжество. Торжество. Допустим, вы победили на конкурсе, или вы спели песню необыкновенно, или вам хлопает весь зал, потому что вы такую пантомину сделали, или картину показали. И там, да, всем понравилось, они говорят, какая-то картина, и у вас такое чувство радости. Ликование. Ликование. Вспомните ликование. Вот это эмоция. Ликование. Радость. Восторг. Ликование. Вспомнили? Ну, а теперь просто возьмите, пустите мысли на самотек. Да, сделайте несколько колебательных движений, которые вам нравится сделать. Или так, или так. Это же наша волна. Да, мне там писали в комментах, мне всегда волна помогает. И я вдруг вспомнил, это мне написала, да. Как я раньше вспоминал, звук моря, плеск моря, подшум моря, вот так расслаблялась. Конечно. И теперь такое состояние эмоциональной дистанцированности, безмятежности. Таким образом, звезда эмоций, прокрутив которую, да, обработав эти эмоции, они самые конкурентные между собой. Но когда вы сделали эту работу творческую, вы теперь можете это, или сидя, или лёжа, или стоя. Вы можете теперь быть в таком состоянии прострации, вот это такая безмятежность. И теперь любая проблема, вспомните любую проблему, которую вам надо было решать. Вы там находились во власти эмоции, а теперь вы от неё как бы на расстоянии, эмоциональное дистанцирование, созерцание, отрешённость, безмятежность. И вот здесь у вас появляется возможность, да, увидеть как бы эту проблему со стороны. и дать себе совет. Дать себе совет. Какой вы хотите дать себе совет? Это удивительно. Причём вот вы заметите, что вы не просто можете дать себе совет, как поступить в тех или иных случаях. Но можете этот совет потом и исполнить. Свой собственный совет. Самому себе. Это очень важно. Потому что, как я сказал, мы всем даём советы, а теперь можем дать себе совет. И вы сможете его потом исполнить. Например, если вы решали вопрос, как отрегулировать отношения в семье, теперь можете понять, как отрегулировать, и дать себе совет, что надо сделать. До встречи. До встречи.